Светлые гости на Светлом радио Увельям Пол Янг Говорю об этом совершенно не случайно, потому что знаю, что вы работали на протяжении четырех лет на радиостанции Да, это было светское радио, рок-н-ролл Христианский рок и рок-н-ролл Радио для вас не просто средство информации, не масс-медиа У нас вопросы не только связаны с вашей книгой О ней будет много сказано на выставке Я не отрицаю, ее можно прочитать, а вот пообщаться с вами это сможет не каждый телезритель и радиослушатель Поэтому вопросы к вам будут более личные Вы всегда пребывали в жизненном поиске Вы занимались инвестированием, страхованием, издательством Потом бросили это, снова вернулись Чем это можно объяснить? Что вы постоянно ищете себя и сейчас пребываете на этом пути Я думаю, что не надо начинать с того, что мы делаем, а начинать с того, кем мы являемся То, кем мы являемся, это путешествие Путешествие нашего сердца Путешествие нашей души Я думаю, что вопросы, которые мы можем здесь задать Самые глубокие, самые широкие Вопросы о Боге, вопросы о нас, как Личность, творение Божьего Это настоящие вопросы, которыми проникается человечество Пол, на самом деле, с чего начались ваши отношения с Богом? Я знаю, что вы были пастором Это было всего два года моей жизни Когда мне было около 20 Я два года работал в церкви Работал с детьми, с учениками Я думаю, что моя жизнь не очень близка к этому Чем я только не занимался У меня большая семья Надо было думать, чем кормить Знаете, их надо было кормить, вот и все Понимаем У вас очень интересное детство Вы родились в семье миссионеров И были в достаточно экзотических местностях Расскажите о вашем детстве нашим зрителям и слушателям Я родился в семье миссионеров Мне было 10 месяцев, когда мои родители забрали меня в Новую Гвинею У меня не было выбора Я рос среди племени Одним словом, каменный век Даже каннибализм практиковали Я думаю, что это подготовило меня со временем к американскому капитализму Об этом вы будете говорить и украинским книгоиздателям Водовцам? Возможно Вы знаете, в Америке есть такая идиома Собака есть собака Ничего не изменишь Вы только сегодня начали знакомиться с украинскими издателями, писателями Что уже заметили? Какую характерную черту? То, что я заметил Украинский язык очень мелодичный И благозвучный И относитесь вы к своему языку очень внимательно Я заметил внимание к литературе К литературе именно на украинском языке Мы продолжаем наш разговор Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям Что в нашей студии автор известного бестселлера Автор Увильям Пол Янг Светлые гости на светлом радио И, конечно, мне телезрители и радиослушатели не простят Если мы не поговорим о самой книге У вас будет мастер-класс Путешествия, хижины Как это началось? Как издавалось? Как она приобрела популярность? Вы бы могли рассказать какие-то выжимки Нашим радиослушателям и телезрителям Того, что вы будете рассказывать участникам книжного форума? Участникам книжного форума Честно говоря, я всегда писал Хотя не был профессиональным писателем А писать меня попросила моя жена Для наших детей Ким призвала меня написать что-то для них Она просто попросила меня собрать в кучу все мои мысли И приготовить что-то как подарок на Рождество для нашей семьи Честно говоря, я сделал всего 15 экземпляров 15 копий А далее распространять книгу помогли мои друзья Они даже думали о фильме Нам отказали 26 издательств И потом мои друзья собрали средства Сделали свое собственное издательство И таким образом появилась эта книга Я думаю, что это похоже просто на чудо Приблизительно за один год мы потратили всего 300 долларов Однако было продано более миллиона экземпляров Мы не ожидали, что эта книга станет таким мировым явлением в мировой литературе Книга такова, какой я хотел видеть ее, когда распечатал 15 экземпляров Остальное – это работа Святого Духа На самом деле, украинский язык – это уже 41-й в мире, на который переведена книга Я очень рад по этому поводу Мы также рады, хотя во всех литературных справочниках Когда готовились к эфиру, сказано, что ваша книга переведена только на 37 языков То есть следует отметить, что уже 41-й язык – украинский Светлые гости на Светлом радио У нас продолжается разговор с гостем в студии Эта книга еще до того, как мы начали анонсировать в эфире нашу с вами встречу Было такое небольшое обсуждение Узнали, что у книги не всегда одобрительные отзывы Она резонансная Вы знаете, вообще редакция была позитивной Но однозначно была группа таких религиозных людей Которым было очень сложно понять образность, которую я использовал Помните, Иисус исцелял людей в субботу Я думаю, что это было сделано специально Он знал, что это вызовет негативную реакцию Я думаю, что вывести из себя религиозного человека очень просто Его надо просто привлечь в разговор Чему же? Иисус сделал это Потому что Он любил людей Любит людей религиозных Я люблю такую противоречивость Я думаю, что это работа Святого Духа В основном все споры были вокруг образов Это очень интересно Ваше отношение к такой критике Потому что многие авторы, молодые артисты После такой значительной критики Могут сломаться Вы не сломались Что вам помогло? Я не идентифицирую себя с этой книгой Потому что мое самоопределение в отношениях со Христом И никто не может это у меня отобрать Если вы соотносите себя с работой, с музыкой, с тем, что вы пишете Это вопрос времени Рано или поздно это исчезнет Знаете, я не стремился к этому и не искал Я просто благодарен Богу за то, что могу быть частью этого процесса Боже, я мылюсь Не надо благословлять то, что я делаю Но если я могу быть частью твоего благословения, Господи Я дам всего себя Не имеет значения, что я делаю Прошу прощения, мою туалеты или чищу обувь Пускай только буду понимать в конце дня Что это ты, Господь, делал через меня Это то же самое, если бы Господь сказал Ты написал этот рассказ для своих детей Но я использую его для своих детей Я думаю, что результат — это не мое достижение Не имеет значения, приводит это к спорам Или наоборот Исцеляет людей Это Божье дело На самом деле успех нельзя определить в рамках того, сколько экземпляров было продано А только как Божье дело Как человек я уже достиг успеха Не потому, что я это делаю А потому, что Бог делает это через меня Знаете, я до сих пор перечитываю биографию нашего гостя Которая сложена не только инвиктори Но и другими справочными форумами и ресурсами Он сейчас у нас в студии У Вильяма Пол Янг Просто удивляюсь Колледж, церковь, семинария, обучение, бизнес, инвестиции Книга, рождение детей и так далее Я не знаю, как гость успевал Я думаю, что хоть немного мы сможем научиться у нашего гостя Но время неумолимо Мы заканчиваем наше интервью Я хотел бы спросить Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям и телезрителям Которые смотрят нас во всем мире Вы знаете, я должен сказать Что эта часть мира, Украина Прошла через свою большую скорбь Я бы желал украинцам то же самое, что желал бы всем другим Просто найти себя Быть настоящими Настоящими с собой Настоящими с Богом Потому что каждый человек значим И Иисус сказал Оставлю девяносто девять Пойду, найду одну овцу Я думаю, что вы это овца И я так же И Бог добр Он на нашей стороне Он проникается деталями нашей жизни И я желаю, чтобы мы больше и больше чувствовали И переживали это Я думаю, что наши телезрители и радиослушатели довольны В нашей студии был Уильям Пол Янг Автор известного бестселлера Хижина И это только верхушка айсберга Мы смогли только немного задеть духовные, семейные моменты И моменты бизнеса Это человек, который действительно достоин 10-11 передач в нашем эфире Большое вам спасибо Спасибо, было приятно быть с вами Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию Уникального формата Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире Новости, программы для детей И проповедь Слова Божьего Радио Эммануил объединяет своих радиослушателей Для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям Регулярно посещаются детские дома и интернаты Эммануил значит с нами Бог Вы мне отновили жизнь Просто, вы знаете, не могу отрываться от вас Прекрасный светлый радио, который носит столько любви Столько добра, столько тепла Усим людям, кто этого потребует Если ты не в Киеве и Киевской области Слушай нас через спутник Sirius 4 Или через официальный сайт Радио Эммануил www.svitla.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка Позволит светлой волне Войти во многие дома Принести надежду и радость Миллионам людей Стань частью нашей радиокоманды Редактор субтитров А.Семкин